Но, правда, сейчас совершенно новость трендовая. Правда, тренда 90-х годов, мне кажется. How much is the fish? Помните? Или еще было? Fire! И Rebel Yell. Да, Rebel Yell, перепевка знаменитой композиции совершенно другого артиста Билли Айдола, но именно в исполнении Скутера. Потому что он был большим поклонником Билли Айдола, как ни странно, в молодости. Не знаю, почему его в такой техно и хардкор жесткий потянул. Но, тем не менее, и под Билли Айдола он когда-то выкрасил 35 лет назад волосы. И, кстати, до сих пор уверенно держит. Ты не спросила, что за краска? Многие женщины... Платиновый блондин. Многие женщины хотели бы тоже иметь именно такой цвет волос, как у солиста коллектива Скутер. Катя Павлюченко побывала на концерте и поговорила с артистом. Скутер! Ну! 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 Концерт группы Скутер в Петербурге рисковал не состояться. Пятница, снегопад, пробки, штормовой ветер и большие сомнения по поводу того, сможет ли Полкова принять в таких погодных условиях самолет. Концерт, назначенный на 8 вечера, не начинался. У нашей съемочной группы «Простите за прозу» заканчивалась смена. А я... я чуть не плакала. Вдруг концерт отменят. Умередетство ведь есть у каждого. Простите нас за задержки. Вы видели, какие пробки на улице? К сожалению, они задержались, но скоро, совсем скоро Скутер уже с вами. Атмосфера в зале была уже сюрреалистичной, когда, наконец, в половине 11 ночи на сцену выпрыгнул Эйч Пи Бакстер. Уже 46 лет. Отродухся с теми же вытравленными в белый цвет волосами и уже с легкой одышкой. Концерт закончился около половины первого. И только после него Скутер согласился на интервью. Но в это время мой оператор уже спал в поезде, который вез его в Москву на стажировку для съемок Олимпийских игр в Сочи. И мне, с оставшейся меня поддержать коллегой Лизой Герсон, прилетевшей на выходные из Лондона, не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к кустарному способу видеосъемки. На телефон. Эйч Пи, классный концерт, спасибо. Но, наверное, вы сейчас больше на корпоративных вечеринках специализируетесь. Конечно, самое лучшее мы создали в 90-х, но мы стараемся развиваться. Выпустили недавно новый альбом. В Великобритании он был на первых местах чартов. Но вообще, да, врать не буду. Часто в вечеринках у нас много. Это нормальная практика для музыкантов. Бабки-то всем нужны. Застрявшие в 90-х участники группы «Скутер» для тех, кому сегодня 30 и 40, напоминание о пионер-лагерных дискотеках, где мальчики были все в клетчатых рубашках и бейсболках, а девочки в платьях кислотных цветов и с темной шоколадной помадой. А для тех, кому от 12 до 20, таких в зале было достаточно. «Скутер» — это почти что Моцарт, классик прошлого века. Да, я все понимаю, конечно, это странно, что так все быстро пролетело, но меня невероятно радует, что в зале так много людей, что вопреки времени у нас продолжает быть такое количество поклонников. К завершению концерта город окончательно занесло снегом. Но ребята из «Скутера» — народ закаленный. Знающие люди говорят, что они частенько у нас бывают на этих самых частных вечеринках. Да и вообще, «Скутер» уже с высоты прожитых лет ко многому относятся философски. «Ну и что, что снег и холодно», — сказал он мне после интервью. «Это же Россия. Зато тут весело и женщины красивые». Катерина Павлюченко, Виктор Коновалов, Михаил Илофи, Мария Афанасьева, Александр Грибов и Вячеслав Архипов. Арт. ТВ. Этот сюжет можно было бы назвать «Голова профессора скутера». Именно ее и показал нам Катя Павлюченко. Саша, как смогла? Нет, смогла ты неплохо, особенно если учесть, что у тебя, видимо, винтажный телефон, который использует такие эффекты. Аппарат. Как вы с Лизой, две хрупкие барышни, дотащили этот аппарат, как вас пустили в клуб с ним. Слушай, как только мы пришли, он сказал «да», и, в общем-то, все было нормально. Он в смысле… В смысле HP Baxter. Это человек, чью голову ты отрезала и заставила открывать рот. Саша, знаешь, что я закончила съемочный день в тот вечер в 2 часа ночи, так что, знаешь ли… Ну, что я могу тебе сказать, сейчас многие, кто ненавидит скутерская льда, ну, могла бы раньше закончить, но еще особенно могла бы и спать вместе. Слушай, ну, ты вот, знаешь, как я сказал, в начале кумире детства надо закрывать гештальт. Да, абсолютно верно. Удалось ли закрыть гештальт? Я довольна. Все нормально, да? Ну что ж, Катерина Павлюченко и, наконец-то, все гештальты закрыты. Именно так мы и заканчиваем на сегодня общение с Катей. Кать, спасибо тебе большое за…